Запись, обнародованную экс-президентом Армении Сержим Сергесяном, никак нельзя считать компроматом против исполняющего обязанности премьер-министра Николы Пашиняна. Как передает канал 13, такое мнение высказал армянский политолог Сурен Суренянц в беседе со спутник Армении. Я, конечно, не стал бы считать эту запись компроматом, поскольку она раскрывает лишь примитивные представления Пашиняна о внешних отношениях, но никак не компрометирует его, не выявляет его преступных действий, сказал Суренянц. При этом армянский политолог считает, что было бы преувеличением считать, что обнародованная с Армисяном запись будет способствовать повышению рейтинга Пашиняна. Запись еще раз показывает, что неадекватная сумасшедшая политика Пашиняна привела к катастрофическим последствиям. Пашинян этим точно не воспользуется, однако публикация столь невинных компроматов может сделать его агит-компанию более агрессивной. По мнению Суренянца, Саргисян планировал опубликовать другую запись, но в последний момент передумал. В противном случае, думаю, что он подставил под удар предвыборную кампанию своего блока, подчеркнул Суренянц. Отметим, что ранее Пашинян заявил, что Саргисян проиграл украденные у армии деньги в казино Монте-Карло. В ответ Саргисян потребовал в течение 24 часов представить доказательства, пригрозив в противном случае опубликовать компромат на Пашиняна. По истечению указанного срока Саргисян на встрече с избирателями обнародовал обещанную запись, на которой, по информации армянских СМИ, Пашинян говорит об урегулировании Карабахского конфликта и первой встрече с президентами России, Казахстана и Беларуси 12 мая 2018 года в Сочи.